Те продукты, которые я использовала в этом макияже. Ну, я показываю вам не все, но, в общем-то, самые интересные, наверное, еще, конечно, тушь и хайлайтер и прочие продукты. Ну, вот это, наверное, самое интересное. Всем привет! Очень рада снова вас видеть на своем канале. Сегодня, по-моему, третье макияжное видео. Попробую снова накраситься на камеру. Пока вы видите квазимода преклонных лет. Ну, и пока на мне я уже лицо подготовила, уже не стану снимать этот шаг. Это, как всегда, одна и та же у меня тональная основа от Maybelline. И не буду я на ней останавливаться. Точно из этой же серии, вы не поверите, уже нанесен консилер. Немножко откорректировала с вот этим вот консилером от Catrice Camouflage. Опять же, не буду останавливаться. И нанесла мой любимый, опять же, не буду останавливаться на межресничку, ланкомовский карандаш. Все. То есть, пока на мне больше ничего нет. Но вот результат оставляет желать лучшего. Поэтому мы попытаемся все это исправить. И я собираюсь исправлять. Вам известной палеткой, которую я уже давно тестирую. И это от Revolution. Называется Reloaded Iconic Fever. Вот сейчас я переверну. Вот так вот это все выглядит. Скорее всего, они есть. И никуда они не денутся. Опять же, я буду пользоваться, опять же, известным вам хайлайтером Catrice. Catrice Limited Edition. Что там, я уже не помню. Glow in Bloom C02 Daisy Blossom. И его вы у меня уже видели. И вот такой вот шоколадным трюфелем, кажется, так оно называется. Это Chocolate Cherry Truffle. Палетка из четырех румян. И тоже ее вы у меня видели. Она с зеркалом. Вот так вот выглядят вот эти цвета. То есть я, конечно, не экспериментирую сейчас. Поэтому, да, ну и тушь, как обычно, ничего особенного увидите в процессе. Помада, решу какую. И равно как и карандаш для губ будет зависеть от помады. И, наверное, жидкую подводку от фирмы Douglas буду использовать. Вот такая тоже вы у меня ее уже видели. То есть ничего нового я не собираюсь использовать. Рисковать я не буду. Ну и, наверное, я начну со страшилок. С нанесением теней. Попробуем, попробуем. Может быть, я и не смогу. Скорее всего, довольно сложно будет. Потому что я очень давно не красилась на камеру. Итак, начну я просто с пушистой кистью. Набирать самый светлый матовый оттенок. Это вот этот вот. И просто припудривать века. Обязательно стряхивайте, потому что он, ну, очень-очень пыльный. Просто припудриваю. Я ничего сейчас не вижу. Я человек близорукий. Поэтому, скорее всего, сейчас я перейду на использование зеркала крупного. Потому что что я делаю, я не вижу. Все очень-очень пыльно. Так. Ну вот. Как-то оно не очень. Так. Теперь следующим шагом мы затемняем уголок. И я иду, естественно, проверенным путем. И беру, наверное, более плоскую кисть. У меня их всего три. Вот. Вот этот вот цвет. Опять же, стряхиваю. Опять же, очень пыльный. И опять же, я уже возвращаюсь к зеркалу. Потому что иначе ничего не получится. И сначала топчусь на месте. И немного как бы прорисовываю складку века, который у меня вообще не наблюдается. Так как веки пожилой дамы, скажем так. И они нависшие. Повторяю ту же процедуру тем же цветом. Хорошо стряхивая. Топчусь в районе внешнего уголка века и немного как бы прорисовывая складку века. Так, пока ничего не вижу. Чуть-чуть возвращаясь к предыдущей кисти, чуть-чуть смягчаю, растушевываю. Хотя, в принципе, особо тут нечего тушевать. И пытаюсь перейти к следующему цвету. Это вот этот цвет. Они все дают мягкий переход. Очень пыльные. Но при этом они, в принципе, неплохие в своем ценовом сегменте тени. Палетка теней. По крайней мере, матовые достаточно неплохие. Так называемые блестяшки, металлики. Или как их еще обозвать? Вот они, на самом деле, не очень. Поэтому я не знаю. Может быть, я возьму что-то другое, как металлик. Посмотрим. И пока Квазимода у нас как-то не очень преображается. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Но на камеру видно, наверное, плохо. Я так подозреваю. В зеркало получше немножко. Опять возвращаясь к этой кисти пушистой. И немного смешиваю цвета. Как бы подтушевывая. Теперь я... Вот у меня уже все... То есть с этой палеткой, когда вы ею пользуетесь, лучше не пытаться уже в одежде в какой-то, то есть еще в домашней одежде. Потому что у меня все брюки сейчас в высыпашках, скажем так. Так, ну давайте тогда перейдем. Я уже не помню. По-моему, я не использовала. Давайте... Нет, я уже использовала. Но я думаю, что я немножечко вот этого возьму. И он достаточно темный. И чуть-чуть по ресничному краю пройдусь. Опять же, внешний уголок чуть-чуть потопчусь. Вот как-то так. И немножечко-немножечко заходя примерно до середины... Века. Верхнего века. Так. Ну вот я лично уже вижу. Я не знаю, что вы видите. И свет у меня очень плохой. Ну и делаю то же самое. Тоже ерунду. Вот этим же темным цветом. С другой стороны. Так. Топчусь сначала. По ресничному краю. И растягиваю цвет аккуратно-аккуратно. Остатки на кисти растягиваю до примерно середины века. Прорисовывая складку, которой у меня нет. Получается, у меня с этой стороны я вижу, что у меня получилось более ярко, чем слева, чем справа. Ну и я пытаюсь подтушевать все вот это, смешать цвета. И скорее всего я немного все-таки, да, чуть-чуть возьму, вернусь на шаг назад. Или даже на два. Вот этим чуть-чуть исправлю ситуацию. Просто смягчу то, что я тут натяпала. Как ластиком. Как бы затру излишния излишки. Сейчас посмотрим в зеркало. Ну, не намного лучше стало, но чуть-чуть получше. Так, теперь у меня уже, по-моему, все осыпалось под глаза. Ну, бог с ним. И я возьму тот цвет, который я вообще еще не пробовала. Это самый темный коричневый, который матовый. И просто пройдусь опять же по ресничному краю. Такой вот скошенной кистью. И чуть-чуть еще снизу. Цветопередача у них очень неплохая, опять же, для такого качества. Чуть-чуть я захожу вот так вот. Опять же, прорисовывая стрелку остатками. Ну, тут уже совсем почти ничего не осталось. Но, по стрелку, ерунду я сказала, не стрелку, конечно. И опять же, чуть-чуть подтушую. Получается, Квазимонда еще страшнее, чем была. Так, возвращаюсь к вот этому цвету. Коричневый, шоколадный. Делаю то же самое уже, как говорится, портить так портить. Вот так вот, видите? Вики очень-очень в возрасте становятся нависшими. Ну, что поделаешь. Как-то надо исправлять ситуацию. И опять же, подтушевываем, подтушевываем. И смягчаем, все смягчаем. Так. Получается, не очень. И теперь, теперь я возьму, попробую сделать то же самое, что я делала в прошлый раз. Сейчас я сотру, у меня кисти просто нет. Я немножко стираю об руку. И остатки цвета. И буду пользоваться вот этим вот ярким на центре. Ну, не совсем на центр, но, скажем так, на внешнюю часть центра века верхнего. Потому что я хочу такой осенний оранжевый макияж сделать. Собственно, как я и делала в предыдущем видео. Так, получается, не очень они сочетаются. Я смотрю, да. Ерунда получается. Ну, уже испорчил. Так испортила. Сейчас мы тогда будем то же самое делать. С другой стороны. Так, я замолкаю. Такой кирпичный цвет, оранжевый, осенний. И мне кажется, такой пойдет девочкам с любым цветом глаз. Наверное, с голубыми или серыми будет даже еще лучше сочетаться, чем с карями. Я не знаю. Ну, мне так кажется. Опять же, все это смешиваем. Смешиваем. И, скорее всего, сейчас я буду смягчать, опять же, вот этим вот матовым оттенком, припудриванием, тем, которым я припудривала. Вот так, так оно, да, получше получается. Хотя на камеру, наверное, ничего не видно. Я так подозреваю. Ну, и опять я все время возвращаюсь при любых ошибках к вот этому вот нейтральному бежевому. Ну, практически цвету кожи. Вот как-то так. И осталось нам сделать внутренний уголок и немножко снизу. Снизу я усердствовать не буду. Я чуть-чуть повторю вот этим вот оттенком, самым темным, коричневым. Просто по линии роста ресниц чуть-чуть пройдусь. Вот так вот. И с другой стороны я сделаю то же самое. Потом я буду все смягчать. Так. Скошенной кистью. Смягчать я ерунду. Я перескочила здесь вот. У меня получилось пятно. Так. Здесь, кстати, один глаз, как всегда, более темным получился, чем другой. Так. Сейчас мы возьмем, где у меня кисть. Вот это чуть-чуть смягчим. И немного я возьму вот этого вот оранжевого. Так. Очень удобно, конечно. Я не знаю, как вы краситесь на камеру. Когда чуть-чуть так по центру, капельку, капельку, переход сделаем. Не совсем. Получается. И опять же возвращаясь к вот этой вот кисти пушистой. И как бы все это смешивая, переход делаем. Теперь осталось у нас внутренний уголок. И вот здесь вот чуть-чуть места. И это мы сделаем чем-то очень светлым. Светлое мы возьмем что? Ну, вот если мы с этой палеткой останемся, то придется пользоваться пальцем, потому что оно все очень-очень пыльное. Да, ну, конечно, остается... Хотя можно немножечко, наверное, вот этим вот использовать. Вот этот. Сейчас мы, я думаю, сделаем вот так. И оно все здорово замыливается. Блестяшки, так называемые. Чуть-чуть. И то же самое. Практически нет цветопередачи. То есть в этой палетке, конечно, нужно блестяшки набирать пальцами. Так. Сейчас я чищу кисть. Очередной раз. Все зеркало у меня в тенях. Так. И на внутренний уголок. Что я нанесу на внутренний уголок? Ну, вот, собственно, мне ничего не остается. Как нанести вот эти вот тени? Так называемая блестяшка. Видите, она уже замылилась. Я всего несколько раз пользовалась палеткой. Где-то по центру бега немного вот так. И ничего не блестит. Совсем. От слова совсем. Теперь, конечно, я неправильно делаю, но я возвращаюсь к вот этому цвету матовому. и просто опять все смешиваю, чтобы все-таки менее агрессивно смотрелось. И опять возвращаюсь и смешиваю. Ну, и немного здесь, и немного тут. И, пожалуй, я остановлюсь, подведу глаза. Надо еще убрать эти все осыпания. И тогда, тогда с тенями я уже остановилась. Не знаю, получится ли у меня на камеру снять жидкую подводку. Вернее, как я ей пользуюсь. Попробую. Не уверена, что у меня получится. Не уверена, что это хорошая идея. Я делаю просто прикладывающими движениями по самому-самому краю. И, наверное, я особо стрелку не буду вырисовывать. Просто чуть-чуть по краю пройдусь аппликатором. Почему? Потому что и так достаточно яркий макияж получился. Не знаю, что я буду делать с хвостиком. И, как вы видите, очень неплохо. Может быть, чуть-чуть совсем. Вот так я делаю хвостик. И ничего не отпечаталось, по-моему, да? И делаем то же самое. Прикладывающими движениями с другой стороны. Излишки я забыла снять. С другой стороны. Просто тихонечко. Начинаю по центру века примерно. Ребят, ну, конечно, как всегда, у меня не заладился процесс. И во время того, как я красила второй глаз, вернее, пользовалась подводкой, у меня закончился заряд на камере. Все как всегда. Поэтому я слеплю мое видео из того, что было. И вы увидите частично процесс. Ну, а теперь нам осталось накрасить ресницы. Так, где моя тушь? Тушь я беру вот эту. Все еще лореаль. И она, в принципе, очень неплохая. Так, зеркало. Очень неплохая. Она вроде как раскрасилась. Вот, видите, кисточка. И, в принципе, я делаю обычно и сверху, и снизу. И люблю хорошо прокрашенные ресницы. С эффектом накладных ресниц. Я не знаю, имеет ли смысл весь процесс снимать на камеру. Наверное, скорее всего, нет. Как бы там ни было. Каждая из нас знает, что тушь – это номер один в любом макияже. Самый главный, так сказать, продукт, который, в общем-то, спасает любую ситуацию. Я накрашу второй глаз вне камеры и вернусь к вам. Ребят, ну, прокрасила я ресницы. И, в общем-то, как я уже говорила, вот эта тушь, в общем-то, совсем неплохая. То есть, в начале она не очень красила, сейчас она хорошо раскрасилась, правда, уже немножко комками ложится. Ну, и вот то, что у меня получилось. И, в общем-то, такая тушь, густо накрашенные ресницы, они всегда отвлекают от отечных глаз, например. Хотя, в моем случае уже, по-моему, ничего не поможет. Ну, да ладно. Так, и последние три шага, которые нам остались, нам, грубо сказано, это хайлайтер, румяна и... Так, а бронзер я забыла в итоге. Ну, ладно, тогда обойдемся без бронзера. Наверное, все-таки я начну с румяна. И возьму из этой палетки, ну, не знаю, на камеру можно и поярче, хотя, 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 по-моему, да, по-моему, я один не пользовала, но, честно говоря, мне и не очень хочется его использовать. Сейчас свет у меня очень плохой, я пока заряжала камеру, у меня изменился, так сказать, свет. А кольцевая лампа, мне ее не установить правильно, поэтому я возьму, наверное, тот, который поярче, он абсолютно красный, и его нужно буквально совсем чуть-чуть, но так как у меня нету на данный момент... Чего у меня нету? У меня нету бронзера, поэтому я немножечко вот так вот как бы обозначу румянами то место, где должен был быть бронзер, скажем так. Так, и, конечно, в жизни это ужасно ярко, но на камеру, наверное, я думаю, не очень ярко. Кроме того, сейчас вечер, я уже никуда не собираюсь выходить, поэтому никто не увидит матрешку. Так, и уже я очень сильно переборщила, и сейчас мы, наверное, так нанесем хайлайтер, сначала я все просто как бы растушую. Так, ну, как-то так, и хайлайтер, хайлайтер, я забыла, так, где у меня кисточка, извините, 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 нашлась. Нет, не та кисточка, сейчас я вернусь к вам. Все, нашла я кисточку, и теперь используем хайлайтер. Он немного замылился уже, ну, я не знаю, может быть, вы пользовались этим хайлайтером, и, может быть, у вас был другой эффект. У меня очень странный цвет, свет, он у меня сверху. Так, ну, он как-то, как-то так, как-то так, в принципе, на каждый день нормально, хотя он достаточно светлый. При таком освещении, в принципе, сойдет, сойдет. Ну, и, 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 и осталась помада. Ну, решила взять карандаш от Essence Soft Contouring, и какой-то номер, я его, честно говоря, не вижу. Такой вот карандаш, обычный, который точат. И попробую мои кривые губы как-то немного обвести, и чуть-чуть выйти за контур губ, чтобы... Как будто бы их чуть-чуть увеличить. Они у меня очень тонкие, особенно верхняя губа. Практически ее нет. Так. Нижняя я тоже выхожу немножко за контур. Так. И последний штрих. Это... Помада-облеск. Вот этот вот я возьму от Lancome Lip Lover. Так, вот он интересно открывается, на кнопочку нажимается, и вот выглядит аппликатор вот так. Это блеск. Ну, на мне все блески выглядят очень ярко и темно. Темно. Так. 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 ну и вот то что у нас получилось такой вот образ принципе все продукты вы уже видели какие я использовала ну и вот окончательный результат всех целую всем пока кстати новый маникюр будет скоро на канале очень очень простой очень простой вот такой вот все всех целую всем пока